Субтитры создавал DimaTorzok В Центральной площади Углича, помимо товарного разноцветия ярмарочных рядов, раздольной музыки, шуток и смеха, проходило главное мероприятие нынешнего городского торжества. Праздник в празднике можно назвать событие, ставшее достойным исторической памяти. Главнейшее событие не только Дня города Углича, но и всей его жизни. Принародная отливка кулакола – редкий и особенный момент. Я считаю, что это центральное событие празднования Дня города в Угличе. Оно еще раз напоминает нам о том, кто является его покровителем, его святым заступником, царевич Дмитрий. И в память об этом событии, в память о 400-летии его прославления, отлит этот колокол. Я думаю, что все те, кто сегодня присутствовал на этом замечательном событии, они будут это помнить, хранить в своей душе. И соприкоснуться к той великой многовековой истории, которую сегодня несет в себе такой славный, душевный, теплый, радостный, светлый город Углич. Угличане и гости города стали свидетелями уникального исторического события – освящения колокола, отлитого в честь 400-летия, обретения мощи благоверного царевича Дмитрия. Процесс отливки состоялся накануне городского праздника, в пятницу, в День Казанской Божьей Матери. Происходило это в специально отведенном месте между Музеем городского быта и Никольским мостом. Изготовление колокола – процесс сложный и состоит из ряда трудоемких операций – розжига плавильной печи, самой заливки колокола, его выемки, очистки, подъема и установки. Но, по словам специалистов, самое сложное и ответственное – это изготовление формы. Для этого понадобилось три месяца работы. Изготовлена она была на колокольном заводе в городе Тутаеве. С необходимыми предосторожностями перевезена в Углич к месту отливки и помещена в специальную литейную яму. Весь дальнейший процесс проходил на глазах у всех, кто пожелал принять в нем участие в качестве зрителя и свидетеля этого редкого в наше время события. Когда нам предложили поучаствовать в Дне города Углич, мы предложили тогда отливку колокола. Поскольку это событие всегда было очень праздничным, вы видите, что это на самом деле праздник, который может быть не внешний, не наносной, он не состоит в шумных каких-то представлениях. Он настоящий, глубокий, душевный, духовный русский праздник. И я бы хотела сказать, что как раз то, что всегда было в традиции, то всегда и возрождается. Понимаете, очень трудно насадить какое-то растение, которое здесь никогда не росло. А то, что на русской почве всегда существовало, оно и сейчас возрождается с радостью и с успехом, как вы видите. Поэтому я очень-очень-очень довольна, очень рада за Углич. Не каждый опытный литейщик с первого раза может изготовить правильно задуманный колокол, так как дело это очень непростое. Технологии производства отрабатываются веками. Для изготовления в Угличе юбилейного колокола был приглашен известный колокольный мастер из Тутаева, владелец и руководитель собственного колокольного предприятия Николай Шувалов. Технология у нас древняя также, старинная. Вот форму делаем из глины с добавкой конского навоза, хвостного сусла, коровьей шерсти. Надо делать очень много операций. Во-первых, надо высушить этот конский навоз, смолоть, пропарить. С каждой добавкой, скажем, коровья шерсть и хвостное сусло какое надо, глину какую-то подобрать, песок какой. Вот пока не проведешь эксперимент, ничего не получится. Вот мы бились над этим вопросом лет семь. После этого только начало что-то получаться. Николай Александрович литьем колоколов занимается с 1992 года. Его предприятие обладает единственной в России старинной ручной технологией изготовления колоколов. Над этим вопросом я уже давно задумывался, ведь раньше часто лили принародные колокола. И вроде как и хотелось продолжить как-то эту традицию. В Угличе нам предложили, тем более город древний, мы с удовольствием приехали сюда. И как бы недалеко от нас, и город знаменитый. Но этому надо было учить? Нет, специально нет. Специально никто не учит, никто не знает это дело. Уже традиции прерваны. Мы по крупицам собирали лет семь. А где и как? По архивам. После отливки колокол остывал в течение суток. И вот уже в день города, опять же, в окружении плотного кольца зрителей, колокол был извлечен и освящен владыкой Кириллом, архиепископом Ярославским и Ростовским. Выемка колокола, подъем и установка, согласно старой традиции, производились вручную. Для этого были приглашены помощники из народа. Вообще присутствовать при отливке колокола, участвовать в его подъеме, всегда считалось особой честью и благодатью. Русский народ полагал, что прибавляется тому и здоровье, и сила, кто хотя бы присутствовал при литье колокола. Не говоря уже о том человеке, кто давал деньги на это благое дело. Это всегда очень сложно организовать. Это дорого стоит. Я могу сразу сказать, ваша муниципальная власть, они молодцы просто, что они потянули такую организацию большую. Не говоря уже о том, что мастера все приехали из другого города, вместе со всем оборудованием, с металлом. Это огромная организационная работа, вы ее не видите, она за скобками, она многомесячная. На изготовление колокола из городского бюджета было выделено 217 тысяч рублей. Многие считают, что данный колокол – это копия знаменитого набатного колокола, находящегося в церкви царевича Дмитрия Наполе. Однако у специалистов на этот счет мнение другое. Это колокол 21 века. Это не копия углического цельного колокола. Это не надо так представлять. Это колокол производства Ярославской земли, мастера Николая Шевалова, 21 века. Он памятный, юбилейный. Дай Бог ему в жизни многие сотни лет, он о нас с вами будет рассказывать, людям, которых мы с вами даже представить себе не можем, которые будут жить через 200-300 лет на этой земле, и будут вспоминать этот день, в который мы сейчас с вами проживаем. Вот необыкновенность этого события, необычайность. На колоколах принято обозначать, чему он посвящен, имена святителей, восприемников, жертвователей, мастеров, отливших колокол. На нашем колоколе тоже, кроме красивого орнамента, изображены с одной стороны икона Казанской Божьей Матери, с другой – рельефное изображение благоверного царевича Дмитрия. И есть надписи. 2006 года, июня 22 дня, вылет сей колокол принародно в Граде Угличи, при архиепископе Ярославском и Ростовском Кирилле и главе Углического муниципального района Элеоноре Шереметьевой в память 400-летия обретения мощей царевича Дмитрия. Весу в нем 20 пудов. Лился и колокол ярославский мастер Николай Шувалов. К двум часам дня колокол был готов. После его освящения владыка Кирилл в качестве восприемницы пригласил главу Углического муниципального района Элеонора Шереметьеву. И колокол по праву обретает глаз. Судить же о том, насколько правильно сделан колокол, можно только по его звучанию. Но сразу колокол не может запеть тем голосом, который будет у него потом. Для этого ему нужно остыть. Иначе говоря, несмотря на завершенность работы, колокол еще не готов. Колокол как человек рождается. И сегодня у него звук такой, к вечеру он будет другой, завтра он будет третий, и дня через три, а через неделю он уже как бы проснется, откроет глазки, откроет рот и пропоет таким голосом, какой ему дан от Бога. Но самое главное, что вы, наверное, видели во время освящения, что колокол еще горячий даже. То есть он сейчас еще не... У него микроструктура бронзы такая вот не устоявшаяся. Он еще такой вот только-только родившийся. Когда рождается ребенок, вы тоже не можете понять, на кого он больше похож, на маму или на папу, какие у него будут глаза цветом. То же самое и новорожденный колокол. Но то, что мы присутствовали при этом моменте, это совершенно незабываемо. Это очень редкие такие вот мгновения в нашей жизни. И я думаю, что все, кто здесь были, они все это запомнят. Памятный колокол, освященный и озвученный, будет установлен в церкви царевича Дмитрия Напули. Так угличане стали свидетелями исторического события, происшедшего в нашем городе впервые. А Углич в свой день рождения получил необыкновенный подарок. Этому колоколу предназначена долгая жизнь. Глаз его будет говорить о вечной славе хранимого Богом Града Углича и всей земли Ярославской. О наступлении новой эпохи в жизни России, времени возрождения традиционной русской православной культуры и духовности. Будем желать ему, чтобы он до скончания века призывал людей к молитве, к радости и к жизни, которую Господь всем нам даровал, чтобы мы чувствовали, что имеем то великое достояние, эту жизнь, которую это Божий дар, и должны его беречь, хранить и делать все для того, чтобы она была краше, лучше и светлее вокруг нас. Оксана Олейникова, Иван Туркин, Дмитрий Парфенов, Углическое общественное телевидение. В 1069 день рождения Углича первыми встретили рыболовы-любители, принявшие участие в конкурсе, организованном для них Управлением культуры и Обществом охотников и рыболовов. С 4 до 9 утра 26 человек, среди которых были три девушки, ловили рыбу в реке Волги в районе села Налуцкое, а в 10-м часу представили свои трофеи конкурсному жюри во Дворце культуры. Пойманную рыбу, согласно объявленным номинациям, взвешивали и измеряли. Первым среди мужчин стал Николай Нетуняев с уловом 1 килограмм 350 граммов. Наибольший результат у прекрасной половины 100 граммов был у Веры Малоземовой, а всех школьников опередил четверокластик Павел Пшеницын. На его счету 600 граммов. Самая длинная рыба, 27-сантиметровый подлещик, попалась на крючок Николаю Баранову, а самая маленькая, 7-сантиметровый ёршик, оказалась у Александра Волкова. Пока оценивались трофеи рыболовов, в городе уже начали разворачиваться праздничные события. Прибывающий в Центр народ постепенно рассредотачивался по интересам. У торговых прилавков, в комнате смеха, на аттракционах, на набережной Волги. Здесь, в районе спасательной станции, проходил пятый этап региональных соревнований по аквабайку на Кубок по Волжье. Непосредственно данный этап на приз главы городского поселения Углич Владимира Арфаницкого. В нём принимали участие аквабайкеры из Москвы, Ярославля, Костромы, Иваново, Калязина, Углича. Наш город в этих соревнованиях в единственном лице представлял Иван Малов, который входит также в число организаторов и спонсоров мероприятия. В Угличе проводится аквабайк впервые, но мы проводили до этого снегоходные соревнования. Но в Угличе впервые. У нас сначала зародилась идея создать снегоходный кубок по Волжье, то есть объединить все города Кострома, Ярославль, Иваново, Углич, Калязин, все ближайшие областные центры и районные. Мы его проводим уже два года, этот кубок по Волжье. А на лето, чтобы не терять форму, не терять общение с друг с другом, мы решили продолжить это всё в аквабайке. Что чувствует интересный человек рулём такой машины? Ну, адреналин, во-первых. Во-вторых, как бы, да всё чувствует, скорость. Это очень приятное ощущение, усталость такой после гонки. Ну, все чувства приятные, то есть неприятных чувств нет. Получая очередной заряд адреналина, участники соревнований должны продемонстрировать своё мастерство по вождению гидроцикла, то есть определённый уровень, который во многом зависит от техники, физических данных и количества тренировок. Самые мощные моторы у Костромичей, и они лидировали, заняв два первых призовых места в классе сидячих гидроциклов. Угличанин Иван Малов завоевал третье место в классе стоячих, а впереди него оказались Михаил Бобров из Ярославля и самый юный, 14-летний участник гонок, москвич Владимир Афанасьев. Занимаюсь этим четыре года уже. А где ты занимаешься? Я приезжаю в Кострому на лето, там, к бабушке, и катаемся с друзьями просто. Компания есть, тренируемся, катаемся. Как ты сделал выбор в пользу этого вида спорта? Да просто нравится там, интересно. Ну, папа сначала поставил, да, как бы, вот, и Ваня Малов тоже помог в этом выборе. Даже сейчас тренера уже нашли, то есть буду этим заниматься уже профессионально. Был на соревнованиях по аквабайку и женский заезд, в котором лидировала Ярославна Алена Мартьянова. Водное шоу продолжалось до четырех часов дня. А к двум часам большая часть собравшихся на площади угличан и гостей города стала подтягиваться к сцене, где начиналась торжественная часть, через которую красной нитью прошло отмечаемое в этом году столетие углической газеты. Поэтому все действие на сцене стало импровизированной первой полосой газеты, а ее, как принято, в праздничных номерах открывают первые лица. Глава углического муниципального района Элеонора Шереметьева на правах хозяйки обозначила главные события текущего года в жизни углича и угличан. 2006 год полон исторических событий в городе Угличе. Прежде всего это 400 лет канонизации Дмитрия Царевича, князя Московского и Угличского. 560 лет со дня рождения замечательного князя Андрея Большого, которого мы чтим. Город Углич вчера и сегодня прикоснулся к древней истории через всенародную заливку колокола, которая состоялась вчера, и сегодня мы были свидетелями красивого действия на площади, освещения этого колокола. Дорогие угличане, у нас с вами каждый год Углич преображается к лучшему. К нам пришли инвесторы, и российские, и иностранные. Они помогают нам преодолеть стагнацию 90-х годов. Но именно потому, что Углич отличается дружелюбной атмосферой. Углич отличается гостеприимством. И я не сомневаюсь, что все мы с вами, засучив рукава, сделаем Углич таким, каким мы его хотим видеть, процветающим. Прибывший по случаю дня рождения Углича губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын сделал признание. Углич – это мой любимый город, город, который для меня, губернатора, всегда был примером для подражания, для того, что необходимо делать в каждом муниципальном округе Ярославской области, в каждом маленьком нашем городке. Любовь к прошлому и вера в будущее – все эти 15 лет Углич демонстрировал не просто словами, а конкретными делами, которые горожане сегодня видят на улицах и площадях вашего города. Город высокой духовности, город человеческого труда, город, который верит в свое будущее и любит свою малую родину. Да здравствует город Углич! Берите с него пример гостей! В свою очередь, глава городского поселения Углич Владимир Арфаницкий заверил собравшихся в том, что все достижения будут иметь достойное продолжение. Я хочу присоединиться ко всем тем теплым словам, которые прозвучали в ваш адрес, Талинура Михайловна и Анатолия Ивановича, и выразить надежду и прогарантировать, что вновь избранная власть будет работать именно так, как привыкла работать власть в городе Угличе на его развитие и дальнейший подъем к светлым дням, к которым мы все равно идем и обязательно этого добьемся. В традициях первой полосы портреты лучших людей, лучших по профессии, лучших в своем деле. Всех их пригласили на праздничную сцену. Губернатор и глава района вручили благодарственные письма и грамоты рабочим педагогам, предпринимателям, работникам культуры, представителям торговли и общественного питания, которые, кстати, 23 июля отмечали свой профессиональный праздник. Далее коллективный портрет участников велопробега, посвященного столетию Углической газеты, и награды журналистам, редактору Углической Алексею Суслову и ее самому опытному сотруднику Николаю Морозникову. Вот такая разнообразная и насыщенная получилась импровизация первой газетной полосы, а ее не менее интересное продолжение следовало далее. Субтитры создавал DimaTorzok